Рафаил Бакиров Он известен не только как педагог и автор многочисленных эстрадных песен, но и как композитор, который пишет серьезную музыку. Он удивляет своей работоспособностью. Жизнь Бакиров серьезен, немногословен и сосредоточен. Сама профессия композитора, это не дрова наколоть. Это что-то такое в нем, в его душе такое делается. Я знаю, что он приезжает в сад, он, как говорится, садовод с большим стажем, но он там не капусту сажает. Вот именно он там работает. Как-то он говорил, Махмуд, ну что ты? Я говорю, так я в саду работаю. Он говорит, нет, а я в саду пишу. Он пишет музыку, он пишет книги, он пишет статьи. Вообще он композитор. Дело в том, что профессия композитора, о которой я говорил, она ведь не каждому дается. Музыкантов у нас достаточно много, но не всякие пишут. А Рафаил Бакиров это один из ярких представителей татарской композиторской школы. Симфоническая поэма Бакирова «Легенда о булгарах» посвящена истории татарского народа. Чтобы написать эту музыку, Рафаил Муланурович изучил труды историков, просчитал десятки книг татарских поэтов и писателей 17-18 веков. Сейчас он работает над своими очередными произведениями. Сегодня я работаю, цикл пишу произведений для оркестра народных инструментов. Вот сегодня в концерте прозвучат, допустим, парафраз над литарской темой, новое мое произведение, фантазия темы песни Тавтиляу. И, конечно, мне хочется написать в планах давно башкирскую рапсодию, легенду, сказ о горе магнитной хочется написать для оркестра. Возможно, я и на следующий год, или в этом году это произведение напишу для оркестра народных инструментов. На авторском концерте Рафаила Бакирова было много ценителей национальной музыки. На сцену один за другим выходили ансамбль татарской и башкирской музыки «Айгуль», оркестр русских народных инструментов, музыканты-исполнители «Магнитогорская» и «Челябинская». Магнитогорцы слушали новые сочинения вокальной, народно-инструментальной, оркестровой музыки. А что касается песеного творчества Бакирова, их больше 100, и они становятся истинно народными. Недавно мы были в Дании, я стала лауреатом первой премии, и, конечно же, звучание получила именно Рафаила Бакирова. Я брала его две песни и, конечно же, озвучивала народные песни. Собственно говоря, народ это воспринял довольно-таки, как бы сказать, с удовольствием. Маэстро поздравили с удачным концертом его многочисленные поклонники, пожелали здоровья и многих произведений. Кстати, такие же концерты прошли у магнитогорских композиторов, преподавателей консерватории Владимира Фидорова и Александра Маргарковича. И они тоже были посвящены 75-летию нашего города. Следующая неделя начнется с самого главного для женщин праздника – 8 марта. Именно в этот день женщины ждут особого внимания к себе со стороны мужчин. Цветы, торт и шампанское – традиционный минимальный подарок. Но каждая женщина не только ждет в этот день сюрпризов и подарков, но и сама старается сделать этот день по-настоящему праздничным и неожиданным. Самое главное – прекрасно выглядеть и поразить своим внешним видом окружающих. В Магнитогорске помогает им создать образ самый обаятельный и привлекательный Сергей Шатунов – единственный модельер в городе, который обучался у известного законодателя моды Вячеслава Зайцева. Красивой хочется быть всегда и везде. Со страниц модных журналов для женщин на нас уверенно смотрят шикарные модели в ослепительных нарядах. Ах, как хочется такой вот незатейливой оплатиться или вот этот костюмчик. Но, увы, по разным причинам это практически недоступно. Обидно. Конечно, есть сеть различных магазинов женской одежды, но хочется вслугу подруг на вопрос «Где ты прикупила этот симпатичный наряд?» гордо ответить. Я одеваюсь у дизайнера Сергея Шатунова. Вот он – волшебный и загадочный мир, где создаются эскизы будущих моделей. А под рукой опытного художника-модельера рождаются образы современных мужчин и женщин. Играем с цветом. То есть, может быть, разные фактуры по-разному с моделью? Совершенно верно, да. С разной отделкой и на разный вид одежды. То есть, вот можно подать эту юбку? Да, вот. И вот в другую тоже. Вот у нас две. То есть, с моделью это же, только две право-фактурные юбки. То есть, это более молодежная такая, а это для более дам такой? Ну да, мы ее можем очень хорошо помять, и у нас получится тоже молодежная юбочка. У нас гладить. У нас получится такая мятенькая, жеваненькая юбочка. Нелегко нам угодить. Но Сергей Шатунов тонко чувствует и понимает женскую натуру. А для того, чтобы создать наряд для невесты, и вовсе нужно особое чутье. Самая запоминающая и самая интересная была модель тогда, когда невеста была полностью в руках дизайнера. Если девушка говорит, так, я вот не одену вот такие перчатки, или мне на полмиллиметра открытие, чем нужно. То есть, мы, в принципе, видим это. А теперь небольшой прогноз на этот весенний-летний сезон. Юбки по колено, чуть ниже. Смотрите, клешу. В моде более легкие ткани, шифоны, атласы. Цвета, в принципе, есть как пастель, есть неяркие зелени, золотый цвет. Также в моде цветочки. Хотя, в принципе, как бы никто не хотел, но у них все-таки есть. Да, в таких нарядах вы будете самой неповторимой и привлекательной. По жизни нас окружают женщины, и нам бы хотелось, чтобы эти женщины всегда выглядели прекрасно. Такое сияние в их глазах, чтобы мы видели. В преддверии праздника 8 марта подведены итоги фотоконкурса «Невеста года». В нем принимали участие семейные пары, которые вступили в брак в течение прошлого года. Условия конкурса одно – присутствие главного действующего лица первого семейного торжества – невесты. Все работы конкурсантов сейчас можно посмотреть на выставке. Она проходит в фотостудии «Арт». В фотоконкурсе «Невеста года» приняли участие 22 пары. Особых требований к фотографиям организаторы не предъявляли. Единственное условие – фотография должна быть большого выставочного формата. Профессиональная фотография или любительская – не имеет значения. Главное – это то, как выстроена композиция, насколько естественно и непринужденно выглядит невеста. «Хотелось посмотреть, что было, что интересно для людей нашего города, именно для молодожен. Не хватает жанров, не хватает открытости, вот именно той репортажной непосредственности, какой-то поведения молодожен, вот этих вещей не хватает». Организации города, предоставившие призы, выбирали наиболее понравившиеся фотографии. Одной из лучших стала свадебная фото Калининой Анастасии. О конкурсе Настя узнала из газет еще задолго до свадьбы. Сначала фотоконкурсу особого значения не придала. «Просто приглашали фотографа по принципу того, как качественные фотографии, красивые или нет. А о конкурсе я уже потом подумала, когда уже фотографии были на руках. Тут две фотографии у меня присутствуют. Одна просто так получилась. Фотограф понравился, как я сидела на диване. А вторая вот эта была постановочная». Фотоконкурс «Невеста года» будет проводиться регулярно. Организаторы считают, что к выбору фотографа и съемке свадебных фотографий молодоженам нужно относиться более серьезно. Ведь эта память на всю жизнь выставка продлится до 23 марта. На сегодня это все. Редакция программы «Новости культуры» в Магнитогорске и Магнитогорская государственная телерадиокомпания поздравляют всех женщин с 8 марта. Вы милы и прекрасны. Желаем вам, чтобы вы всегда оставались для мужчин загадкой любви и счастья. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok